История Новосергиевского районного здравоохранения началась 80 лет назад. Больница развивалась, открывались новые отделения, появлялись новые службы. Сейчас Новосергиевская больница мало чем отличается от любой больницы областного центра. Большая, просторная, светлая, комфортная для пациентов и привлекательная для медицинских кадров. Оснащенная современным оборудованием, здесь давно перешагнули понятие сельская медицина. Особенно, когда на базе района больницы было открыто первичное сосудистое отделение. С созданием первичного сосудистое отделение у нас было закуплено очень много современной аппаратуры, которая позволяет правильно поставить диагноз и, соответственно, назначить верное лечение и своевременное лечение. Это и больным с острым нарушением мозгового кровообращения, дифференцировать геморрагический инсульт от ишемического, соответственно, правильно назначить лечение. То же самое и у нас в кардиологии с острым инфарктом миокарда. Можно сделать и ЭКГ, у нас используется транстелефонная электрокардиография. И мы консультируем больных в любое время суток со всего района. Даже с двух районов у нас зона действия – это Новосергиевский и Элекский. Да, Наталья Ивановна, но учитывая клинику и результаты кардиограммы, больного необходимо госпитализировать. Всего в двух районах – Новосергиевском и Элекском, откуда в сосудистое отделение везут больных – проживает свыше 48 тысяч человек взрослого населения. Только в Новосергиевском районе сейчас действует 42 ФАПа, фельдшеры которых нередко обращаются за консультацией в районку. Делается это при помощи кардиоджета. Кардиограмма отправляется в ПСО в течение нескольких минут. И здесь уже коллегиально принимается решение, которое спасет пациенту здоровье или, возможно, жизнь. За эти два года существования первичного сосудистого отделения, во-первых, у нас больные получают более быструю и более специализированную помощь. Также у нас снизилась летальность от острого инфаркта миокарда. И стали большим количеством больных. Выправляются это первичные, черезкожные коронарные вмешательства, с последующей пластикой, если необходимо, с ауртокоронарным шунтированием. Летальность за 2012 год у нас составила 15% от острого инфаркта, а за 7 месяцев 2015 года – 6%. В структуре первичного сосудистого отделения с 1 января 2013 года действует неврологическое отделение. Его открывали в рамках реализации программы модернизации здравоохранения. Шесть комфортабельных палат, специальная мебель, необходимая аппаратура. Блок интенсивной терапии и реанимации оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи. Но каким бы ни было современным оборудованием без специалистов, оно будет просто бесполезной груды металла. Наталья Журавлева, которая возглавляет неврологическое отделение, заканчивала мединститут по специальности педиатрии. Но так сложилась жизнь, что после прохождения первичной специализации стала врачом-неврологом. Когда видишь результаты своей работы, понимаешь – профессия выбрана не случайно. Любая помощь, которая оказывается, она улучшила показатели наши в плане того, что смертность от инсультов уменьшилась. Если мы начинали в 2012 году и смертность у нас в отделении была порядка 31%, то вот за годы нашей работы сейчас у нас смертность значительно снизилась, и сейчас этот показатель равен 20. Для больницы, для нашей, это, конечно, результат, поскольку большее количество людей выздоравливает, большее количество людей возвращается к своим трудовым обязанностям, если это молодые люди. Или если это пожилые люди, то независимые в быту, тоже восстановившие свое здоровье, тоже благодарны нам за проведенное лечение. И в этом отделении обслуживает население двух больших районов. Поэтому, когда в больницу по программе «Земский доктор» пришли врачи-неврологи Ренат Батимиров, Лилия Гайсина, Ирина Корязина, Наталья Журавлева передавала им весь опыт, который накопила сама. Потому что цель восстановления и сохранения здоровья пациентов можно достигнуть только сообща. А коллектив профессионалов в одночасье не рождается. Но здесь люди доверяют друг другу, помогают и стараются передать лучшее, что есть у каждого. Вот ваш был перелом, видите, да, было полное смещение. И все, спицу мы поставили, перелом полностью поставлен. Все, теперь повязочки делайте. Швы как снимаем, срегулируем и дам. Артем Штодин – врач-травматолог-ортопед. Сам местный, из Новосергиевки. Получил образование в Оренбурге, в медакадемии. Все выездные практики старался проходить в родной районной больнице. Там же в медакадемии познакомился со своей будущей супругой Екатериной. Она, городская, нисколько не сомневалась, когда после медакадемии приняли решение жить и работать в Новосергиевке. Сейчас на выделенные подъемные купили дом, воспитывают двоих детей. Артем считает, что ему повезло, что есть возможность работать именно здесь. Здесь, в приемном покое, мы первую помощь оказываем. Там же, в приемном покое, у нас находится новейший компьютерный томограф, на котором сразу можно поставить точную диагностику. Это большой плюс, учитывая то, что при дорожно-транспортных происшествиях в основном тяжелые травмы, сочетанные с повреждением внутренних органов, и часто повреждается голова. То есть, если идет какое-то повреждение серьезных таких органов, то мы уже непосредственно знаем, что нам нужно делать. Экстренные операции, либо консультации узких специалистов. Ежегодно в рентгенологическом отделении проводится более 40 тысяч исследований. В рамках реализации приоритетного национального проекта здоровья получен флюорограф Ренекс Флюора. На базе шасси автомобиля КАМАЗ, который позволяет проводить обследование людей, проживающих в самых отдаленных населенных пунктах. А потому, что Новосергиевская районная больница еще и обслуживает 100 с лишним километров федеральной трассы М5 Урал, для оказания помощи при ДТП районная больница получила цифровой стационарный рентгеновский аппарат, операционный аппарат СИДУГА и компьютерный томограф. Врач функциональной диагностики Наталья Лидовская также попала в Новосергиевку по программе «Земский доктор». С супругом уже приобрели квартиру, довольна и условиями труда, и коллективом. Может полностью реализовать себя как специалист. Оборудование современное, а большой объем работы только добавляет чувство востребованности. Суточное мониторирование КГ используется у больных с теми же инфарктами аммиокарда, с нестабильностью на кардии, с нарушениями ритма. То есть на сутки больному ставится монитор, и в течение суток непрерывно идет запись КГ. То есть не одномоментно, то есть пришел больной, ему сняли в течение 1-2 минуты, он ушел. То есть есть такие нарушения ритма, которые могут возникать вечером, ночью. То есть не всегда бывает аппарат под рукой КГ, и поэтому для этого ставится суточный аппарат на сутки, который в течение суток может зарегистрировать все эти нарушения ритма, изменения в ритме сердца. И потом мы через компьютер все это оцениваем и выдаем результат. Но, конечно, без проблем не бывает даже там, где все силы, опыт и знания кладут на алтарь выбранного дела. Не хватает в районной больнице педиатров. Но здесь могут предложить жилье, за которое специалистам готовы доплачивать половину. А потому надеются, что вскоре эти вакансии будут закрыты. Но есть более серьезные задачи. Проблемы есть у нас, конечно. Мы имеем шесть врачебных амбулаторий сельских, одну участковую больницу на сегодняшний день, 43 фейшеско-акушевских пункта, пять домовых хозяйств создали в прошлом году. Конечно, хотелось бы иметь средства на их ремонт, оснащение, на оснащение больницы. Дело в том, что полученное оборудование, оно, конечно, нас на данный момент вручает, но порой требуется его пополнить чем-то. Или оно требует ремонта дорогостоящего. А средств не хватает. Хотелось бы повысить зарплату медработников, как в некоторых других регионах. Но мы такой возможности порой не имеем. И все-таки люди, которые выбрали одну из самых гуманных профессий, уверены, многое зависит от каждого на его конкретном рабочем месте. Здесь с благодарностью принимают помощь и делают все, что сохраняет здоровье людей, живущих с ними в одном небольшом селе и районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова